Мало кого устраивает в Сочи незаконное строительство как властей, так и рядовых граждан. Но строительная техника свою работу не прекращает. Хотя администрации города подают иски в суды, но за этот период судебных разбирательств вырастает высотка. Да и наказание в виде штрафов застройщиков не пугают, а наказать по-другому не получается пробило в законодательстве. Закон распространяется только на юридические лица, а не на физические. А в Сочи, как правило, занимаются строительным бизнесом частники. Более того, у муниципалитета не хватает полномочий, чтобы ввести должный контроль за самоволками, как у госстроенадзора. Субъект Российской Федерации не может в дальнейшем делегировать эти полномочия на уровень муниципалитета. В связи с этим в настоящий момент получено поручение председателя правительства Российской Федерации Дмитрия Николаевича Казака, Министерству строительства, Министерству, Министерству Российской Федерации разобраться и внести предложение по данному вопросу. Желание навести в городе порядок с самоволками огромное, поэтому совместными усилиями администрации города и депутатского корпуса решено довести дело до конца. Сегодня народные избранники проголосовали за обращение в ЗСК. Мы сейчас принимаем решение о выходе с законодательной инициативой по внесению изменений в федеральные законы. Это и второе, что реестр, который ведется и которые должны отчитаться по каким направлениям, что сделано по этому реестру самостроя по городу Сочи. В этих же рамках вносится изменение положения департамента строительства, где определяются вопросы полномочий нашего департамента строительства после принятия решения о сносе, как можно сносить, какие сроки, за какие средства. Сочинский городской архив по решению депутатов станет самостоятельным учреждением. Ранее он значился как архивный отдел администрации города, но поскольку сейчас идет волна муниципальных сокращений, важно не растерять фонды. Всегда нужны архивы, я думаю, в дальнейшем они будут нужны, поэтому создается такое учреждение. Мы будем юридическим лицом действовать на основании принятого устава, который будет сейчас подготовлен в соответствии с принятым постановлением о создании муниципального казенного учреждения Сочинского городского архива. Сегодня также были внесены изменения в бюджет города в связи с дополнительными средствами, которые поступили из краевого бюджета. Это 38 миллионов рублей для отрасли образования и 30 миллионов рублей на погашение долгозапусконаладочной работы на адлерских и бзугинских очистных сооружениях. Гелена Овсицына, Михаил Дубинин, телекомпания ФКТ.